Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Я имел в виду подспудно некую мысль о том, что узнать у вас то, что сегодня мы имеем в качестве базы для реформирования, оно каким образом отличается от того, что мы имели, скажем, в 1991 году? Оно отличается главным. Люди не верят. Люди не верят, не надеются и даже ничего не ждут. Вот без этого вопрос о том, насколько сложна сама конструкция, насколько сложны сами действия, он не особо важен. Тогда были свои проблемы. Сейчас многие из тех проблем сохранились. Я могу вам назвать. Например, тогда стояла задача создать в России институт частной собственности. И сейчас стоит точно такая же задача. Создать в России институт частной собственности. Для всех. И сейчас стоит такая. Мало того, я вам за небольшим исключением скажу, с 1861 года, так и Александр II, как начал это, все то же самое. Но отличие вот именно то, на которое вы обратили внимание. Тогда люди верили, надеялись, готовы были терпеть, готовы были всем этим заниматься. Потом их обманули очень жестоко и глубоко. И потом прошло много времени. И сегодня насаждение безразличия, цинизма, неуважения к людям, лжи бесконечной, коррупция, вранье довели людей до состояния, когда они не верят ни во что. И проблема сегодня заключается в том, что с одной стороны, перед нами, если говорить совсем серьезно, может мы быстро перешли к этому, перед нами обрыв. Страна-то идет в тупик, перед нами обрыв. Значит, нужно будет что-то делать, если продолжать этот курс, будут затевать либо войну, либо какую-нибудь провокацию, либо еще что-нибудь. Но мы и так в кольце врагов. Вот, это все предпосылки. Будут что-то такое делать, и это будет страшная трагедия, и все будет очень рискованно. Все будет на грани. Поэтому нужно выбирать другой путь. Нужно реально многое менять. Ну вот в этом смысл момента. Или, как вы говорите, тут даже не суть недели. Тут суть, я даже не знаю чего, суть вот ближайших месяцев, ближайшей жизни. Она именно в этом. Но по трудности задача сегодняшних изменений в обществе и в государстве сложнее, чем была в 1991 году? Да, из-за разочарованности, из-за цинизма, и еще по одной причине. В мире дела очень плохо. В мире не на что опираться. Ведь и в Европе, и в Соединенных Штатах, то есть во всем развитом мире дела очень-очень неблагополучные. Даже вот самая такая простая вещь, коалиция в Германии, вон, развалилась на пустом месте. Просто из-за амбиции и недальновидности отдельных политиков. Вот, и в мире проблемы накапливаются. Вот я не так давно сделал работу, хочу ее вам порекомендовать. Называется она «Потеря будущего». Понимаете, когда заканчивалась советская эпоха, в недрах ее появилась новая эпоха. Появились люди, которые смотрели вперед. Появились идеи, которые нужно было реализовать. Появилась мечта, надежда. Появились опорные точки для сравнения. Поэтому, когда советская эпоха завершилась, была перспектива. Было понятно, куда двигаться. Другой вопрос, реализовали, не реализовали. А сейчас это другое дело. Сейчас эпоха закончилась. Я хочу, кстати, сказать вам, что постсоветская модернизация, попытка создать в России современное государство и современную страну, и современную экономику после советского периода, после 90-го года, потерпела крах. Она не состоялась. И в этом смысле произошел конец эпохи. Я могу вам даже маркера сказать, почему можно судить о том, что эпоха завершилась. Вы прям как Фукуяма. Да, я вот вам покажу сейчас, как завершилась эпоха, по каким опорным моментам можно... Вы имеете в виду советскую эпоху? Пост-советскую. Пост-советскую. Пост-советскую модернизацию. Вот попытка мирным, поступательным способом перевести Россию в состояние современной, развитой европейской страны. Так что же у нас нет мирного выхода? Я вам сейчас расскажу, какие события свидетельствуют, с моей точки зрения, конца эпохи. Есть такая очень выразительная фотография на Красной площади, у Кремлевской стены, и на коленях стоит человек и крестится. А крестится он и стоит на коленях перед бюстом Сталина. И рядом стоят отставные морские офицеры, которые как в почетном карауле у этого бюста Сталина. Это первое. Это очень символично. К тому, что сейчас происходит. Второе – это убийство Немцова. Сто метров от Кремля лежит его беспомощное бездыханное тело на мосту. Третье – это отторжение Крыма. Четвертое – это трагедия Донбасса. И пятое – это вмешательство в чужую гражданскую войну, бомбардировки в Сирии. Вот эти маркеры говорят о том, что эпоха построения в России современной, развитой, демократической, свободной страны закончилась крахом. Но проблема заключается в том, что новая эпоха не просматривается и не начинается. Вот мы сейчас с вами, вот это суть момента нашего, я все время словом этим пользуюсь, суть момента, редкие, кстати, в истории. Одна эпоха закончилась, а другая не начинается. Даже идеологически. И ее не видно. Даже идеологически. Конечно, ее не видно. Тогда было видно, правильно и неправильно, но люди видели. Вот мы сейчас сделаем, будем как, ну не важно там что, как в Финляндии. Отменим статью 6 Конституции, все будет здорово. Вот это будет здорово, потом вот это будет, потом мы это сделаем, потом рыночную экономику, потом это. А сейчас что? Сейчас никто вам не ответит из тех, кто у власти. Но они ведь с властью расставаться не собираются. Никто вам не ответит, а дальше-то что? И от этого начинаются всякие глупости. Вот как у вас, с языком. Это же глупость. Ну по языку, да, я хотел задать вопрос. Ну просто, конечно, вы зададите, я отвечу. Но я для начала скажу, ну глупость. Точно так же, как совершенно, я понимаю все эти мотивы, но совершенно не своевременно и неуместно, и не перспективно. История с договором тоже. И так по всем направлениям. Так начинается разборка в Донбассе, так начинается попытка влиять на Киев. Так начинается, и так одно за другим. Так сажают министры экономики. Так вот это все до бесконечности. Какая-то мрачная история. Это накапливается, накапливается, суммируется количество ошибок и промахов, которые, когда достигнут критической массы, мало никому не покажется. Ну, вы знаете, Григорий Алексеевич, если говорить о том, что делать, выражаясь языком русской классики, ну, скажем так, вы прекрасно понимаете, что нужно делать. То есть, даже я в меру своих скромных способностей это понимаю. Вопрос в другом, как это сделать. То есть, как действительно, я очень с вами согласен в том плане, что как преодолеть вот это вот неверие, вот этот вот цинизм, который сформировался в обществе. Я вот, например, всегда говорил и писал о том, что мы построили самый худший вариант капиталистического общества, тот самый, который когда-то освещался на страницах газеты «Правда». Ну, приблизительно. Мы такой построили. Так, а что говорить, те, извините за выражение, теперь уже так можно сказать, реформаторы, они ведь что говорили? Я им говорю, что вы делаете? Что вы делаете? Разве можно так раздавать собственность? Это же мошенничество. Ваучеры, потом там залоговые аукционы. А что мне они отвечали? А ты что, не знаешь, что первоначальное накопление капитала всегда преступным? Конечно. Разве ты не знаешь, что property is a theft? Собственность – это кража. Это сказал Прудон и Маркс. Я говорю, послушайте, это сказано было. Сотни лет назад вы зачем сегодня-то это реализуете? А потому что они читали в газете «Правда». Да. При этом еще рассказывают историю клана Кеннеди, который начинал с бутлегерства. Вот, да. Вот. Все. Потому что они читали газету «Правда». Да. Вот они были такие, так называемые, молодые реформаторы. Вот они читали газету «Правда». И вот оно. И воплотили этот идеал. Вот это и получено. Вот это и получено. Ведь вы точно вот совсем в точку. Ну, так а что же вы хотите? Вот это так. А теперь из этого вылезать как? А теперь что? А теперь эту систему охраняет клан, который находится у власти. Он ее охраняет, потому что его жизнь и вся его богатство и все его будущее зависит от того. Если они у власти, то это одно дело. А если они у власти, то все. Все. Поэтому они с властью не расстанутся никак. И никогда. И ни за что. Это же такую систему создали тогда. В 90-е заложили вот эту основу. И теперь назначили охранника. Борис Николаевич покидал свой пост. Он нашел молодого человека относительно. И сказал, будешь охранять это все? Понял? Охраняй. Он охранял, охранял. А потом помните, как в известной шутке, что охраняют, то ими. Он решил делиться со своими друзьями. Ну, вот вам все. Вот вся система. От начала до конца. Теперь надо переделывать все. Безнадега какая-то. А вот не надо безнадега. Надо переделывать. Есть способы, как? Вы же сказали, ответить на вопрос, как. Я попробую вам ответить на вопрос, как. Потому что сейчас вопрос такой. Ну, такая с перебором, конечно, аналогия. Но все же. Пожар, понимаете? Вопрос, как не стоит. Тушить надо. Понимаете? Брать воду и тушить. А не рассматривать, что тут вокруг, как, не так. Сгорим. И все. Надо тушить пожар. Вот именно с этим я к вам и приехал. Ну, я бы сказал даже хуже. Пожар в публичном доме во время наводнения. И это, да, сложная вещь. Да, это вы имеете в виду, что очень много, как сказал очень симпатичный сегодня редактор одной из казанских газет. «Слабо одетые девушки» появились на горизонте президентских выборов. Да, бог с ним и с девушкой. Вот, я и говорю. Слабо. Как изменить психологию людей? Вы знаете, здесь ведь вопрос такой. Для начала нужно, чтобы люди увидели альтернативу. А для того, чтобы люди увидели альтернативу, ее надо предъявлять. А для того, чтобы была возможность ее предъявлять, вот для этого я, например, использую институт того, что называется президентские выборы. Потому что это позволяет мне приехать к вам, встретиться с людьми, разговаривать с ними. Они меня, правда, все время спрашивают про какие-то проценты. А я им говорю, суть дела в процентах не изменяется. Тем более в процентах Центра избиркома. Это другой вопрос, какие проценты. А суть дела заключается в том, что вы не думаете, что единственное возможное направление – это вот то, что сейчас. А может быть, совсем другое. В ответ мне говорят, что некий руководитель еще за 4 месяца до выборов говорит, что уже 80% народа поддерживает того кандидата, который сегодня находится у власти. Что я могу сказать в ответ? В ответ я могу сказать только одно. Значит, еще не все так плохо. Когда будет совсем плохо, будет 90%. А когда будет просто конец всего, тогда 100% уже. Или 146%. А если без шуток? Альтернативу люди должны видеть. Вот они должны видеть, что 20 лет человек старался, вот что смог, сделал. А сейчас надо иначе. Иначе. Нужно прекратить войну с Украиной. Нужно выйти из Сирии. Нужно нормализовать отношения с миром. Нужно выйти из режима санкций. Нужно создать независимое правосудие. И сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех. Нужно пересмотреть неправосудные приговоры. Куча людей сидит совершенно неправосудно. И нужно поднимать экономику. А после этого ее можно поднимать. Ее можно поднимать. С чего начинать? Вот я даже вижу по вашим глазам, что вы не верите. А я вам скажу. Нужно начинать с того, чтобы частная собственность стала неприкосновенной. Надо внести, у меня он готов, пакет законов. Который решит три проблемы. Как сделать так, чтобы собственник, бизнесмен, предприниматель не сомневался, что это его собственность, никто у него не отберет. Он в нее инвестировал, не боялся. И он сможет ее передать детям, или продать, или сделать с ней все, что он найдет. До той поры, пока он исполняет требования пакета законов. Всякого закона. Все по закону. Второе. Нужно сделать так, чтобы общество увидело, что совершившаяся ранее несправедливая приватизация компенсируется выплатами. Например, в моем пакете законов предусматривается создание специальных внебюджетных фондов, которые связаны с пенсионерами, со здравоохранением, со спортивными школами для детей, которые решают крупнейшие социальные задачи, включая жилье, дороги, газ. Механизм. То есть, условно говоря, некто гражданин Н приобрел неправедным путем, по нашему мнению, нефтяную компанию Икс. Да. И что мы? Решением суда установим, что это был неправедный эпизод его деятельности? Это очень простая вещь. Она совсем несложная. Значит, вы смотрите, сколько было заплачено за эту компанию. Потом по объективным источникам... В большинстве случаев ничего. Вот. Потом по объективным источникам быстро устанавливаете... Реальную стоимость. Да. Разницу. Да. Вы вычисляете эту разницу. Вот. И дальше вы смотрите, как потом собственник платил налоги с этой компанией, сколько он в конечном счете сумел выплатить этих налогов. Делаете расчет, определяете коэффициент. И, скажем, ежегодно от той суммы, неуплаченной, которую он сделал, вы выплачиваете 11-12, по моим расчетам, процентов ежегодно. И это называется компенсационный налог. И в мире это называется winful tax. Его вводила Маргарет Тетчерк. Знаете, когда? Когда в Британии приватизировали железные дороги. Потому что это же монополия, и ясно, там доходы не соизмерили. Так она вводила отдельный, самостоятельный, специальный налог для того, чтобы выровнять рентабельность. Для того, чтобы эти люди вернули то свое монопольное положение через выплаты обществу. Вот здесь нужно сделать такую вещь. И если по всем этим компаниям установить такой компенсационный налог, я его называю компенсационный, при этом я хочу сказать, это величина условная, это диалог нужен, договориться нужно. Но это очень большие деньги. И очень большие деньги. И людям будет понятно, почему Потанин платит этот налог, потому что он забесплатно получил норильский никель. И так далее, и так далее, и так далее. Но сам Потанин станет, наконец, реальным собственником. Он сам не будет бояться, что его в любую минуту вызовут, куда следует, покажут папку, как к Нарковскому. Скажут, вот, ты помнишь, как ты это получил? Я из тебя сейчас в барани рог я тебя скручу. Это действительно так. Работать же невозможно. А люди, с другой стороны, будут видеть, вот она компенсация. Вот у пенсионеров уже пенсия не 12 тысяч рублей, а на 30-40 процентов уже выше. Потому что есть вот такие выплаты. Это огромные деньги. Это есть такая возможность. Но это еще не все. Третья часть этого договора общественного, это государство. Ведь оно боится бизнеса. Оно боится, что бизнес приватизирует государство. Ну, такие попытки были. А был в 90-е годы, так оно и было. А помните семибанкирщину? Так вот, там предусматривают целый ряд процедур относительно установления правильных отношений между бизнесом и СМИ, между бизнесом и властью. И происходит важнейшее дело. Отделение собственности от власти. Отделение бизнеса от власти. Вот пакет законов. Это просто вносятся законы, принимаются эти законы. И предприниматели становятся уверенными в завтрашнем дне. Люди получают компенсацию. А государство защищается от влияния, неумеренного влияния денег на него. Но это не работает даже в цивилизованных странах. Работает это в цивилизованных странах. В Соединенных Штатах вот есть проблема с этим делом. Да, везде. Вопрос не в том, есть ли проблема. А вопрос в том, осознается ли она и противостоят ли ей. Действительно, в Соединенных Штатах влияние Уолл-стрита на Белый дом гипертрофированное. Они это знают. Из-за этого они получили Трампа. Из-за этого они получили Трампа. Потому что Обама обещал после кризиса восьмого года выкорчевать эту проблему. А она оттуда и взялась. И что сделал? Ничего не сделал. И теперь протест выразился в том, что выбрали странного президента. Очень странного президента. Забавного. Григорий Алексеевич, ну несколько связанным может быть с вопросом восстановления вот этой социальной справедливости. То, что сегодня назвали некрасивым, нерусским словом, деофшоризация. Вы как к этому относитесь? Не к самому процессу, а к тому, как он реализован у нас? Он никак не реализован. У нас ничего из этого не видит, потому что у нас никто никому не верит. Ну да. Вот сегодня некто Титов сказал, что он принесет список президенту кого? На помилование. Которые должны сюда вернуться. Да никуда они ничего не вернут. Я просто вижу, как Пугачев возвращается. А, ну это же просто анекдотично. Ну просто я даже не знаю, что сказать. Это такой симпатичный человек. Помните, как Черномырин говорил про Буша, младшего? Он говорил, такой мама, такой папа, а ты что, как ты там? Вот и здесь такой симпатичный человек. И вдруг список этих, которые... Да, список. Нет, ну там есть другой проект, гораздо более опасный, с моей точки зрения, для людей, для экономики. Процесс выпуска каких-то там ценных бумаг, в которые можно будет вложить деньги за рубежом, а вынуть их в Россию. Значит, есть много МММов. Да. С разными названиями и с разными... Вообще за счет бюджета. Когда страна в год, когда страна беднеет, а я хочу сказать вам, послушайте. Все, что мы с вами обсуждаем сейчас, это такие красивые разговоры для интеллигенции. А суть дела заключается в том, что страна быстро очень беднеет. Число бедных людей в стране нарастает. Люди еле-еле сводят концы с концами. 22 миллиона. Да, 29% семей говорят, что у них не хватает от зарплаты до зарплаты на еду. Понимаете или нет? 22 миллиона – это прямое количество бедных. А сколько людей, если разделить их доход на всех эжидивенцев, сколько из них становится бедными? А недоступность лекарств по ценам, а недоступность очень многих жизненно важных продуктов по качеству, а недоступность медицинской помощи. А вы попробуйте, извините, зубы сделать для пожилого человека, сколько это стоит. А вы попробуйте катаракту полечить. А вы попробуйте с глазами что-то сделать. Огромное число людей просто не имеет представления, как жить дальше. Понимаете? Что будет теперь? Миллионы рабочих мест скоро исчезнут. В связи с роботизацией, в связи с техническим прогрессом. Грозит, но не так быстро. Грозит, но не так быстро. А ведь это, послушайте, а без роботизации производительность труда какая будет? Какая будет? А следовательно, мы как имеем меньше 2% мирового ВВП, так и будем иметь меньше 2% мирового ВВП. Мы как были на последнем месте, мы сейчас на последнем месте по номинальному расчету ВВП на душу населения. На последнем месте. Вернее, не на последнем, а ниже среднемирового уровня, включая Африку и Азию. Вот в этом смысле на последнем месте. Ну, вы послушайте, что же это такое? И у нас самый большой удельный вес этих миллионеров, миллионеров, миллиардеров. И у нас они все богатеют, а все остальное население нищает. Это серьезнейший процесс. Понимаете, он связан с продолжительностью жизни, он связан с болезнями, он связан с качеством образования. Вот в чем тут наши самые проблемы. Поэтому можно сколько угодно умно хохотать и весело шутить. Но на самом деле развивается это в этом направлении. Вот еще такой вопрос. Ну, он относится, во-первых, к нашей республике. Естественно, мы уже касались его так вскользь. Что скажете по языковой проблеме в Татарстане? Вот смотрите. Я родился в городе Львове, в Украине. Я учился первые четыре класса в русской школе. Потом отец сказал, что поскольку я живу в Украине и ем украинский хлеб, я должен знать украинский язык. И перевел меня в украинскую школу. Итак, в русской школе у меня два раза в неделю, начиная с первого класса или со второго, я не помню, был украинский язык. Когда я пришел в украинскую школу, у меня два раза в неделю был русский язык. Русский язык и русская литература. Какая была проблема? Никакой. Вы говорите по-украински? Да. И горжусь этим, и рад этому. И очень-очень счастлив, что говорю. И пишу, и говорю. И я в одиннадцатом классе сдавал экзамены, я уже учился в вечерней школе, работал с лезарем после восьмого класса на заводе. Я писал сочинения по украинскому языку. Это были обязательные предметы. Мы сдавали госэкзамены. То есть надо сохранить, вы считаете? Ну, зачем людей обижать? Люди живут здесь. Это вековая культура. Им хочется это знать. Ну, так и пожалуйста. Надо, чтобы люди учили это. У татар ведь никто не отобрал право изучать татарский язык. Нет, минуточку. Есть некоторые особенности. Русский язык очень сильный язык. Он относится к числу самых мощных языков в мире. В той самой украинской школе, где я учился, мы ведь с ребятами разговаривали только на русском. И дружили все на русском. И с учителями в перерывах разговаривали на русском, чему они очень удивлялись. А школа была украинско-английская, кстати говоря. Да, одна из лучших в городе. Одна из лучших в городе. Русский язык очень мощный. А есть языки, которые надо защищать, которые надо культивировать, которые нужно сохранять, которые нужно развивать. Живешь в Татарстане, пусть твои дети знают татарский язык. Это же нормально, это же уважительно. Ну, я, в принципе, всегда считал, что лишних знаний не бывает просто вообще. Нет, если сказать, что сегодня мне говорят, а вот не хотят. Так я хотел сказать, что дети все не хотят. Математику не хотят, физику не хотят, биологию не хотят, ботанику не хотят, рисование не хотят, пение. Чего только дети не хотят. Физкультуру не хотят. Мало ли, что они не хотят. Вот, кстати, возвращаясь к вашей мысли о том, что русский язык очень силен, я с удовольствием просто вот хохочу до слез, наблюдая сцену, сцены из Киева, сегодняшние, вчерашние, где грузин делает революцию на Украине по-русски. Это очень смешно. Ну, да, это было бы смешно, если бы это не было так печально. Это печальная, грустная история. Как бы там опять, там пахнет опять кровопролитием. Хорошо бы, чтобы этого не было. Кстати говоря, если об этом говорить, то вот вам пример, как благородные идеи трансформируются в действия фанатиков, а потом итогами всего этого пользуются проходимцы. Ну да, это известность. Вот судьба всякой революции. Да, конечно. Вот все должны знать, вот скажите нашим, нашим слушателям, революции затеваются идеалистами, возглавляются фанатиками, а плодами их пользуются проходимцы. Да, известная фраза. Ну ладно, может быть немножко о делах партии Яблоко, позволите? Любые вопросы. Отлично. Приятно, когда не просят заранее написать вопрос. Нет, я не прошу вас. Я никогда, я, кстати, всегда отвечаю отказом. Никогда никому не пишу вопрос. Хорошо, можете мне задавать любые вопросы, про любую партию и вообще любой вопрос. Отлично. Учите, это большая ответственность. Люди ждут. Люди ждут. Как случилось, что в партии Яблоко произошли какие-то непонятные мне события? Я, честно говоря, не совсем разобрался. Я имею в виду Льва Шлозберга и всю эту историю. Ну как, его просто не выбрали, председали. Просто не выбрали. Просто не выбрали. 42% проголосовало за него, а там 60%... За Слабунову. Ну, около 60% за Слабунову. Она как бы совершенно неизвестна была ранее. Ну, в партии она была известна. Была известна. Она заслуженный учитель, она депутат. То есть, никакого нажима, все так, как было, так само случилось. Ну как, считается, что поскольку руководство партии, в том числе и я, высказывали свою точку зрения, то тем самым влияли на делегатов съезда. Ну и что, это правильно. Ну что ж, мне не молчать, что ли? Нет, ну, вы один из создателей этой партии. Ну, все, я и сказал. Моя точка зрения вот такая. Как бы отец-основатель. Да, моя точка зрения вот такая. Кто послушал, тот послушал. Это тайное голосование. А что в этом такого? Я мог бы долго объяснять, почему так избрали. Я знал, что так избрали. Ну, так бывает. Понятно. Мы со Львом Марковичем работаем очень хорошо. Он член политического комитета. Он добивается успехов у себя в Скове. Партия ему помогает. Мы финансируем его отделение годами. И сейчас. Он приобрел большой политический опыт. Он хорошо поработал в 2016 году на федеральном, на подготовке к федеральной кампании. Набрался не только регионального, но и федерального опыта. Ну, и все же, в двух словах, почему вы сочли, ну, скажем так, неуместным его избрание? Лично я? Да. Лично я почему? Потому что я считал, что объединение с Парнасом, с Навальным нам не надо делать. Вот и все. А он хотел. И потом это закончилось тем, что Парнас пошел на выборы с... Мальцевым, Навальный убежал куда-то вообще в сторону. И там вся эта коалиция развалилась. Вот и все. А он это из Пскова не видел, а потом познакомился с этим конкретно, когда приехал в Москву. Он сейчас в Москве работает? Нет, он в Пскове. Он псковский депутат. Да, с Парнасом, конечно, совершенно отдельная история. Так это же вот в этом вы и вопрос. В этом. А убедить же было невозможно. Нет, ну вот я и хотел узнать, что для вас стало главным. Вот для меня стало, например, это с моей точки зрения, в то время, это было два года назад, он не видел вот этой расстановки сил. Ему казалось вот эта вот известная странная идея объединения всех со всеми, что надо вот туда... Ну да, ваша партия известна тем, что вы отказываетесь объединяться с другими партиями демократического спектра. Это известна тем, что она объединяет в себе социал-демократов, партию социал-демократов, а еще партию христианских демократов, а еще республиканскую партию, а еще партию зеленых. Это все составные части нашей партии, они имеют свои фракции внутри партии. Ну почему же главный социал-демократ товарищ Миронов не входит в вашу партию? Это другая история, это главный социал-демократ в единой России, вот это он там. А у нас социал-демократы другие, которые пришли к нам с самого начала, поэтому наша партия не зря называется объединенной демократической, потому что она объединяет все эти партии. И все эти люди 25 лет с нами, все эти люди 25 лет в партии, понимаете, 25 лет. А не объединяемся мы с ворами, с коррупционерами, с жуликами, с проходимцами, и еще по секрету вам скажу, захотите выряжите, с идиотами. Мы с ними не объединяемся, ну что у нас с нами можно сделать? Потому что если мы с ними объединимся, то мы пойдем ко дну. Когда мы будем могучей партией, нам будет больше безразлично, кого мы там взяли на борт. Наш корабль сможет везти самых разных людей. Сегодня мы не настолько сильны, чтобы мы могли объединяться со всякими странными личностями. Вот пример Парнаса, вот очень яркий пример. Я считаю, Парнас вообще какой-то эрзац партия. Были вот эти разговоры, ну вот видите, а вы меня спрашиваете, чего вы не объединяете, зачем с эрзацем объединяться? Или вот например про СПС, а где он СПС, нету его больше. Ничего этого нету. Ну да, отдельные представители СПС теперь мигрируют из одного ток-шоу в другое. Да, они мигрируют и вообще работают в администрации президента. Да, я понимаю. Руководят. Я понимаю. Как вы знаете, руководят. Да, да, да. Как вы живете без домского финансирования теперь? 15 лет. Нет, нет, нет. Последние выборы привели вас к лишению финансирования. Да. А на предыдущих выборах вы еще как-то получили какое-то финансирование? Значит, мы с 2003 по 2011 год 8 лет жили без финансирования. Потом? Потом мы получили больше 3% и у нас появилось финансирование. А теперь у нас опять его нет. Мы 8 лет жили без финансирования, опять же он без финансирования. А потом мы и заработали это финансирование. Это голоса избирателей. Ну да, насчет голосов, конечно. Это голоса избирателей. А можно написать любое количество голосов. Кто вам считает? То есть сейчас вы финансируетесь бизнесом? Да. Очень тяжело и очень бизнесу страшно финансировать. Кроме того, вот Лев Шлозберг, например, достиг больших успехов в части фандрайзинга. Его, конечно, хватает процентов на 20. Но тем не менее. Но все же фандрайзинг. Он к людям обращается, люди дают деньги. А в остальных регионах? Нет. Это трудно очень. Это надо быть ярким очень. Шлозберг яркий. И не бояться. Конечно. Чтобы дать. Конечно. Вы ведь у нас сейчас депутат Петербургского ЗАГС-собрания? Уже нет. Год уже нет. А, все закончилось. Я больше не баллотировался. Почему? Ну, это... Я люблю Петербург. Люблю всех людей там. Но там структура власти так устроена, что практически ничего изменить нельзя. Понимаете? Потому что нет изменений принципиальных федеральных. Поскольку федеральных изменений нет, в самом Петербурге повлиять ни на что нельзя. Мы сделали там целый ряд важных работ. Кроме того, там есть представители Яблоки, которые продолжают это дело. Вы знаете, я очень давно хотел задать вам этот вопрос. Ну, наверное, лет 20 назад. Почти 20. Я помню вас еще по Государственной Думе. Я там тоже принимал некое участие в ее работе. Не в качестве депутата. Я вот вспоминаю момент, который относится к сентябрю 98-го года. И ваше яркое, не скрою, выступление, в котором вы сказали, что такой человек есть в России. Его фамилия Примаков. Помните? Ну, не забыть, наверное, такое, да? Что вас тогда сподвигло вот к этому? Я это знал за полгода до этого. Я видел, что ситуация в России идет к большому кризису. И я думал о том, кто может быть человеком, который удовлетворит Ельцина и коммунистов одновременно. То есть, кто сможет сидеть на двух коленях. На колене Ельцина и на колене коммунистов. Я знал, как коммунисты обожают Примакова. И я с удивлением видел, как Ельцин доверяет Примакому. Он его сделал начальником внешней разведки, потом министром иностранных дел. Ну, было очевидно, что если разразится мощный кризис, то единственная фигура... Компромиссная фигура. Конечно. Именно между кем? Между коммунистами и Ельцином. Они тогда были... Для меня он был совершенно чужим человеком. Вот я это хотел спросить. Как вы могли такого человека порекомендовать? А это решение было для государства, для страны, а не для меня. То есть, вас ничего Сергея Максимовича связывало? Нет. Наоборот, я у меня... К сожалению, его нету, но у меня были к нему очень многие претензии. Он меня пригласил к себе в правительство, я ему отказал. Я сказал, что я не пойду работать. И я выступая сказал, что мы не собираемся работать в правительстве Примакова, но избирать надо именно его, потому что он снимает тему кризиса и катастрофы в стране. Он, его присутствие, снимает тему кризиса и катастрофы. Вот поэтому и нужно это делать. Но Ельцин его терпел недолго. А потом коммунисты задумали импичмент Ельцину. Да. И колени, о которых я вам только что сказал, стали разъезжаться в разные стороны. И Евгений Максимович благополучно провалился между этими коленями. Вот и все. С Примаковым вам политически никогда не было по пути? Нет, он был совершенно другой. Да, да. Меловек совершенно из другого мира. Но просто это была фигура, которая решала проблему. Понимаете? Вот она решала. Кроме того, я знал, что он советский академик. Ну да. А что такое советский академик? Он ничего делать не будет. Понятно. А экономика, если ее не мучить, не трогать, не тормошить, она сама встает на ноги. Ну вот и все. Тот же Виктор Степанович Черномырдин. У меня в памяти она всегда запечатлялась фразой. Русский народ будет жить плохо, но недолго. Да. Это замечательно совершенно. Было сказано. Но те времена, к сожалению, или к счастью, нет, наверное, все-таки, к сожалению, ушли. Когда Дума была более наполнена представителями разных партий, все-таки там было, что послушать и с кем поспорить. Нет, там был момент, когда можно было обсуждать проблемы, там были столкновения мнений, дебаты, дискуссии. Ну, то есть, это был кризис тогда, но это был кризис жизни. Просто кто-то должен поспорить с кем-то. Да, это было направление движения. Это было направление роста, направление движения вверх. А то, что мы имеем сегодня, это другое совсем дело. Это кризис смерти. Сейчас там не место для дискуссии. Нет, это просто кризис, который может привести к беде. Это беда. Еще раз говорю, люди не верят правительству. Люди беднеют с каждым днем. Людям очень плохо живут. Ну, вдумайтесь. За последние шесть лет в Татарстане ликвидировали 25% школ. Четвертую часть школ ликвидировали. А при этом 10% школьников учатся во вторую смену. Ну, зачем это делать? Ну, да. Это понятно. Ну, и возвращаясь к нашей, но пока еще не предвыборной, а предпредвыборной ситуации. Какие у вас планы на выборы? Как вы рассчитываете провести предвыборную кампанию? Ну, во-первых, вас сейчас съезд не выдвинул. Нет. То есть, все еще впереди. Но у нас нет сомнений в том, что съезд вас поддержит? Ну, возможно, там могут быть разные сюжеты. Это же живое дело. Ну, вы можете поддержать. Но вообще, я говоря, мне еще непонятно, что будет происходить с самими выборами. То есть? Выборы могут принять такой образ, что в них невозможно будет участвовать. Выйти из процесса? Может такое быть. Вы первый, кому я это говорю. Такое тоже может быть. Я и пару миллионов телезрителей. Если в ходе этих выборов будет поставлен вопрос о ликвидации федеративного устройства государства. Если в ходе этих выборов будет навязан вопрос о смене Конституции. К тому идет, судя по всему. Если в ходе этих выборов будет поставлен вопрос о смене формы управления страной. И так далее. И так далее. Если в ходе этих выборов будет продолжаться тема, что все предприятия нужно загрузить военными заказами. Если в ходе этих выборов будет выдвинута идея, что в день голосования нужно объявить референдум, например, по присоединению Абхазии или Южной Осетии. Или еще что-нибудь подобное, что пахнет войной. Станет вопрос о том, можно ли в таких выборах участвовать. Ну, некоторые движения в сторону... Я же не случайно вам это все назвал. Я понимаю. Вы подтверждаете это. Я же не вызвал вашего удивления. Вы наоборот. Вы услышали мотивы, над которыми сами размышляете. Ну, некоторые движения в сторону создания Конституционного собрания, допустим. Так я про это вам и толку. Да, они уже происходят. И надо полагать, что не просто так. Да, вот я вам об этом и говорю. То есть мы можем получить другую модель государства. Значит, в чем суть дела? Видите, как у меня слово понравилось? Это не выборы. Это негая, очень специальная квазиполитическая процедура. Но которая дает мне возможность встретиться с вами и рассказать о том, что происходит в стране и что здесь надо делать. И сказать, что есть десятки и сотни высокопрофессиональных людей, которые готовят программу альтернативы другого направления развития страны, в ходе которого страна через 10 лет может стать развивающейся быстро в нужную сторону страной. Это большая опасность и большой шанс. Для этого я участвую в этой квазиполитической процедуре. Это никакие, какие тут выборы. Это авторитарная страна с авторитарным лидером. Он действительно, шутки не шутки, как Мугабы будет сидеть. Брежнев сколько был? 18 лет. А этот товарищ у нас будет сколько? 24? Почему? Если 24, а может и дальше. Леонид Алексеевич, мы еще увидим вас в Казани в ходе предвыборной камеры? Да, я в разгар кампании. Если не будет вот этих катаклизмов, к вам приеду. Будем надеяться, что нет. К вам приеду, да. И если вы передадите от меня самые добрые пожелания всем жителям Казани, я буду вам признателен. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо за голосование, за поддержку. Спасибо вам, Григорий Алексеевич. Еще раз повторяю, что вы всегда желанный гость в этой студии. Спасибо большое. Вот, и если будете к нам еще раз приезжать, мы всегда будем рады вас видеть. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.